Здравствуйте, меня зовут Андрей, компания Corwin, и это видео-урок начала работы Tableau Desktop. Так выглядит программа после установки и первого его открытия. Слева мы видим возможные варианты подключения к источникам данных, к файлу, к серверу, и видим наборы данных, которые вшиты в программу, и с которыми вы можете играться, можете изучать и практиковаться на них. Центральное окно – это те файлы, с которыми вы работали в последнее время. И внизу примеры визуализации, которые тоже вшиты в программу. Справа вы видите ссылки на полезные ресурсы. Начнем наш видео-урок с подключения к источнику данных. В этом уроке мы будем использовать два типа данных. Это Microsoft Excel, и второй – это табличный файл формата CSV. Подключимся к файлу Excel. Для этого выберем подключение Microsoft Excel и найдем файл в нашем проводнике. Мы видим, что источник данных подключился, и мы перешли на страницу источников данных. Здесь мы видим возможность включить интерпретатор данных. Эта опция возможна только если вы подключаетесь к Excel-источнику данных, но очень полезна, если ваш источник – это отчет, который был создан руками человека, и на одной странице которого находится несколько таблиц. Используя интерпретатор данных, вы можете быстро и автоматически определить программно, где находятся заголовки, а где находятся полезные данные. Таким образом, создать правильные таблицы, с которыми в дальнейшем можно работать. В графе «Подключение» мы видим название нашего файла, и мы можем здесь же изменить подключение или переименовать, если нам так будет удобнее. Давайте начнем работать с таблицей «Заказы» в нашем файле Excel. Перетянем его в поле. Мы видим, что табло имеет возможность подключаться по двум типам – живое подключение и экстракт. Экстракт – это выжилка. Живое подключение означает, что программа будет проверять, какие данные находятся внутри источника данных при каждом формировании визуальной картинки. Если мы выберем «Экстракт», табло «Десктоп» будет сохранять у себя часть данных, мы можем настроить также периодичность, с которой табло «Десктоп» будет обновлять данные, которые хранит у себя. В целях этого обучения давайте оставим подключение «Живое» – «Live». Вы видите, что мы можем добавить второе подключение. Я хочу ознакомить, что таких подключений может быть множество, не только два. Добавим наш второй источник, который мы подготовили в целях сегодняшнего обучения. И это файл формата CSV. Мы видим, что табло «Десктоп» сразу объединил наши два формата методом «Join» и определил их по таким полям, как «Order.id», поскольку номер заказа определил в двух источниках. У нас есть четыре варианта объединения. Внутренний – «Inner», который оставляет только те данные, которые совпали и в одном, и во втором источнике. Левая – где левая часть подключения имеет приоритет и дополняется правой. Правая – тоже, но наоборот. И полное подключение – где объединяются все данные, которые существуют в источниках. Давайте выберем «Внутреннее подключение». Мы можем в этом поле также изменять того, то, как понимает наша программа, наши данные. Мы видим в окне предпросмотра данных то, как данные представлены, и приблизительно то, как программа их распознала. Хочу сразу сказать, что это не является полным отображением всего источника, и мы можем изменить количество строк, которые мы хотим видеть в представлении. Например, сократим его до 100. Иногда этот функционал очень важен, особенно если мы работаем с Big Data, то есть количество строчек очень большое, а значит и обработка существенно сократится, если на этом этапе выборку «Сократить». Мы также прямо в этом этапе можем изменять то, как программа понимает данные. К примеру, мы видим наш столбец «Row ID», и мы понимаем, что это уникальное значение и не является числом. Но, как мы видим, программа распознала его как число. Эти пиктограммы, на которые я только что навел, это краткие опозначения того, как программа распознала данные, которые находятся внутри этого столбца. Если это ABC, то это строчка, уникальное текстовое значение. Если это хэштег, тогда это численное значение, которое можно агрегировать. Если это календарик, то это дата заказа. И также есть четвертый вариант, если это географическое значение, как мы видим здесь, postal code, то есть индекс почтовый или город. Вернемся к нашему «Row ID» и скажем, что объясним DoubleDesktop, что это не является численным значением и агрегировать его не надо, но скорее является строчкой. Эта операция о том, что «Row ID» не является численным значением, а является строчкой, уже сейчас прописана в метаданных, и программа, при следующем подключении к источнику данных, будет выполнять эту же операцию. Давайте также посмотрим на то, в каком формате у нас сохранен Order ID. Мы видим, что, во-первых, этот столбец дублируется, и, во-вторых, мы можем его разбить на полезные составляющие, такие, как идентификатор штата, год и номер заказа. Мы можем разбить эти ячейки методом split, разделения, и получить значения. Также можем сказать, что объяснить программе еще раз, что это уникальные значения, а не численные. Для дальнейшего нашего использования мы можем спрятать те данные, которые нам не нужны, и в дальнейшем при построении визуализации оно появляться не будет. Мы также можем изменить название наших столбцов. К примеру, здесь назовем Distribution Center, центр дистрибуции. Остальные столбцы мы можем также спрятать или удалить. В чем разница? Если мы удаляем, они пропадают навсегда, и восстановить их возможности нет. Почему на прошлом у нас не было возможности удалить? Поскольку это столбец источника данных. То есть столбец, который присутствует в источнике и не создан программой. Такие столбцы удалить нельзя. Для наших целей нам достаточно спрятать. Мы подготовили наш источник данных, и давайте перейдем к визуализации. Здесь мы видим окно нашего первого листа визуализации. Слева мы видим данные, которые распознала наша программа. Мы видим, что они разделены на Dimension и Measure. Dimension – это то, почему измеряется. Тот показатель, по которому мы хотим посчитать итоговое какое-то значение. К примеру, объем продаж, объем прибыли по регионам или почему-то другому. Второе Measure – это наше количественное значение. К примеру, сумма продаж или среднее значение продаж. Для того, чтобы легко понять разницу, обычно Measure – это количественное значение. То, что мы можем добавить, умножить, поделить. Dimension – это дискретное значение. К примеру, как название региона, день или другое. То, к чему мы не можем применить логический, математический оператор. Для того, чтобы построить свою первую визуализацию, в Tablet Desktop достаточно сделать всего несколько операций. Давайте посмотрим информацию по категориям. по сегменту и посмотрим количество в разрезе рынка. Как вы видите, я всего лишь перетаскиваю наши островцы данных на нужные места. И это и есть drag-and-drop интерфейс. Для того, чтобы перетащить, достаточно навести курсором на нужную наш островок данных, зажать левую кнопку мыши и перетащить туда, куда нам необходимо. Если мы книгнем два раза, то мы можем изменить название нашего островка данных. Эти островки – это столбцы, которые мы видели при подключении данных. Дополнительное, что мы можем сделать, это использовать поле отметок. В данном случае дополнительных отметок мы не используем, но мы можем подсветить нужные нам данные в том разрезе, который нам необходим. К примеру, мы можем подсветить рынки, перетянув market на color, на цвет. Построим еще одну визуализацию, открыв новую страницу. Новая страница открывается одним кликом. Посмотрим нашу сумму продаж. Для того, чтобы использовать какое-то измерение, достаточно кликнуть два раза левой кнопкой мыши. И посмотрим эти продажи по дате заказа. Мы видим, что ТПО представило нам продажи в разрезе до года. Мы можем развернуть данные, если присутствует определенный иерархический список. Для всех наборов типа «Дата» он присутствует по умолчанию. И ТПО автоматически пытается определить, какая часть данных определяет день, какая месяц и какая год. Развернем до уровня квартала. Мы можем также год с нашей визуализацией отправить на другие элементы визуализации, например, на цвет. Мы видим визуализацию динамики продаж по годам, где год выделен цветом в разрезе кварталов. Посмотрим эти же данные в разрезе месяцев. Для этого нам достаточно кликнуть левой кнопкой мыши по выпадающему меню и выбрать месяц. Мы также можем достаточно быстро посмотреть не сумму по месяцу, а среднее значение продаж по каждому из месяцев. Для этого мы левой кнопкой мыши открываем выпадающее меню и меняем метод агрегации суммы на среднее значение. В целях этого обучения вернемся назад на сумму. Теперь нам интересно было узнать, как же происходил рост продаж от года к году. Для этого мы можем использовать так называемые Quick Table Calculation, то есть быстрые расчеты по таблице. Быстрые расчеты находятся в выпадающем меню и есть несколько методов расчетов. К примеру, мы хотим увидеть рост от года к году. Мы видим значение рост от года к году, но для этой визуализации она не настолько очевидна. И возможно это значение стоит подсказать для того, кто читает нашу визуализацию в расшифровке. Эта расшифровка в табло называется Tool Tip и вы сейчас ее видите. Июнь 2014 рост 35,5% к прошлому году. Давайте добавим продажи, сумму продажи еще раз. Сейчас мы видим два графика, а быструю аналитику мы можем перетащить прямо сразу в нашу расшифровку. И она будет присутствовать в расшифровке теперь. Как мы видим, рост года к году 55,1% для августа 2014. Мы также видим с данных, которые сейчас присутствуют, странный упадок для июля, для всех годов, кроме 2013. Один из вариантов, как обратить внимание для того, кто потребляет этот отчет, это ставить заметку. Я кликаю в нужное мне место на визуализацию правой кнопки мыши и выбираю Annotate, то есть аннотацию. И выбираю точку, указывая, что аномальный спад по июлю. Теперь мы сможем обратить внимание на того, кто потребляет этот отчет, что в июле произошел аномальный спад по продаже. Этот отчет уже находится в более-менее готовом виде. Мы нашли, по крайней мере, одну полезную информацию. Для того, чтобы поделиться этим с нашими коллегами, мы можем в любом месте визуализации кликнуть правой кнопкой мыши и сохранить эту визуализацию в формате картинки. Как мы видим, выбираем Copy и выбираем Image. Давайте переименуем лист, который мы получили. Для этого достаточно навести на лист и нажать два раза левой кнопкой мыши или кнопку F2. Назовем его «Продажи по годам». Что еще мы можем сделать с листом визуализации после того, как он до определенного момента готов? Мы можем скопировать данные, которые мы использовали. И более того, если внутри табло мы их как-то видоизменяли, то это видоизменение от образации и в тех данных, которые мы копируем. К примеру, мы, если вы помните, просчитали процент роста к предыдущему году. Для этого нажмем правой кнопкой мыши, нажмем Copy и нажмем Data. Теперь данные скопированы, они находятся в буфере обмена. И попробуем их вставить в Excel файл. Как мы видим, данные отобразились вместе с теми значениями, которые были рассчитаны собственно табло. Еще один вариант получения данных в знакомой нам табличной форме – это правой кнопкой кликнуть на «List» и выбрать «Duplicate as cross-tab». Мы получим табличное значение в формате визуализации, как таблица, с которой мы в дальнейшем можем работать. К примеру, давайте оставим отображение, перевернем нашу таблицу. В таком виде она кажется нам более понятной. Но нас интересует не только рост продаж, не только значение продаж, но и также значение нашего прибыли. Поэтому отобразим нужное нам значение прибыли на цвете, чтобы понимать, какой из месяцов, в каком из годов более прибылин. Дополнительно разобьем наши данные по направлению. Вот наше значение категории и разобьем в месяцах по категориям. Теперь для того, чтобы быстро выделять нужное нам направление, нужную нам категорию, мы можем использовать инструмент подсветки данных. В Tableau это называется «Highlight». Выберем «Highlight» именно по категории. Для этого перейдем в вкладку «Анализ», «Highlighters» и выберем категорию. Здесь мы можем выбрать ту категорию, которую хотим просмотреть и быстро увидеть значение. Теперь сделаем таблицу немного более читаемой. Для этого изменим наши цвета. В выпадающем меню выберем вариант «Edit Colors» и выберем всего лишь два шага в разметке наших цветов. Нажмем кнопку «Apply» и увидим, что наши данные стали значительно более читаемыми. Давайте сделаем еще один лист, предварительно переименовав этот. Назовем его «Продажи таблицы». Обратите внимание, что в правом верхнем углу находится инструмент «Show me», то есть «Покажи мне». В этом инструменте находятся лучшие практики визуализации, которые можно построить достаточно быстро. Сразу отметим, что это всего лишь несколько лучших практик. И возможности инструмента Table Desktop никак не ограничиваются этим набором. Он здесь присутствует именно для того, чтобы получить быстрый ответ. Визуализации же с использованием Table Desktop по своему количеству стремятся к бесконечности. То есть, если у вас есть понимание этого инструмента, то виртуально вы сможете сделать практически любую графическую картинку, которая будет перестраиваться на базе ваших данных. Давайте посмотрим, как можно быстро использовать «Show me». Выберем те данные, которые мы хотим визуализировать способом зажатия кнопки «Control» и выделением нужных нам полей левой кнопкой мыши. Выделим, к примеру, страны и объем продаж. Мы видим, что сейчас нам предложены несколько видов визуализаций. Мы можем пройтись по ним и решить, какая из них вам лучше подходит. Например, BoxPod, BarChart или, возможно, карта. Как мы видим, карта нам подходит достаточно хорошо. Мы имеем пузырьки, где размер пузырька показывает количество продаж в каждой стране. Давайте увеличим немного размер пузырька, чтобы он был немного более очевиден. Попробуем сделать его прозрачным. В кнопке «Color» и «Opacity». И добавим ему края. Сделаем край пузырька черным. Отметим, что на карте возможен географический поиск. К примеру, найдем Украину в наборе данных. И вернемся на общую карту. Представим, что у нас стоит задача проанализировать по конкому-то конкретному региону. В Tableau есть возможность достаточно быстро выделить этот регион в отдельный набор данных. Для этого давайте переименуем нашу визуализацию на карту. И скопируем ее, чтобы с ней работать, но не мешать нашей основной визуализации. Копируем мы методом нажатия правой кнопкой мыши и выбором опции «Duplicate». Давайте здесь уберем все данные, кроме стран. И давайте допустим, что нам необходимо проанализировать европейский регион. Для этого мы можем выделить те страны, которые нам нужны. Европа. И мы можем создать группу по выделенным странам. Заметьте, что группа появилась в источнике данных. Это значит, что мы можем ее в дальнейшем использовать. Даже если мы удалим эту страницу. Давайте так и сделаем. Удаление происходит правой кнопкой на лист. Опция «Delete». Теперь давайте проверим, насколько успешно была проведена группировка. И на какой-то из прошлых визуализаций, скажем, продажи по годам, разобьем наши данные по группам, недавно созданным. Здесь мы видим продажи по Европе и по остальным. Значит, группировка работает. Вернем к предыдущему виду и посмотрим это же на карте. Мы видим, что цветами определено, но, как и в прошлом шаге, изменим наши цвета на немного более очевидные. Сейчас мы четко видим, что Европа выделена синим цветом, а весь прочий мир красным. Давайте также посмотрим функционал фильтра в табло. Мы можем строить фильтры по любому полю Dimension или Measure. В целях этого обучения давайте будем фильтровать по категории. Мы перетаскиваем категорию на фильтр. И выбираем, какое значение мы хотим, чтобы отображалось. Давайте сначала выберем все. И также наш фильтр мы можем сделать видимым и интерактивным. Для этого выбираем выпадающее меню и выбираем Show Filter. Показать фильтр. Наш фильтр мы можем видоизменять. К примеру, есть несколько типов отображения фильтра. В этом случае, наверное, лучше выбрать одно конкретное значение. И мы можем видеть по категориям продажи. Достаточно быстро по всем и так далее. Создадим новый лист. Посмотрим прибыль по категориям. Как мы уже помним, достаточно два раза кликнуть на прибыль и два раза кликнуть на категорию. Интересно также уводить, что у нас происходит в подкатегориях. Развернем нашу таблицу, чтобы она была немного лучше читаема. Мы знаем, что категории и подкатегории – это взаимосвязанные измерения. И мы можем построить по ним иерархию. В табло такая иерархия строится достаточно быстро. Достаточно выбрать то значение, которое мы хотим внести в иерархию. И подтянуть, наложить на значение более высокого порядка. Так и сделаем с категориями. Мы также можем отфильтровать наши значения, скажем, по категории. Выберем нашу подкатегорию, перетянем на категорию и создадим иерархию. Теперь у нас присутствует иерархический список. И так же, как и с датами, мы можем разворачивать или сворачивать его. Этот же функционал присутствует и на самой визуализации. Еще один функционал – это сортировка. Мы можем сортировать наши значения от большего к меньшему и наоборот. Мы можем сортировать как по категории, правой кнопкой на категорию и сорт. Здесь у нас меню определения сортировки, автоматическое по возрастанию или по убыванию, или другие методы, включительно с ручной сортировкой. Мы также можем сортировать по прибыли. От большего к меньшему значению и наоборот. Давайте назовем этот лист «Прибыль по категориям». И создадим новый лист. Посмотрим, как влияет цена доставки на получаемую нами прибыль. Возьмем цену доставки, «Шиппинг кост» и «Профит». Мы видим у нас две оси. По одной у нас цена доставки, по другой – прибыль. Давайте сделаем анализ в разрезе категории. То, что мы уже умеем делать. Отправим категорию на цвет. Мы видим, что по прибыли сильно отстает мебель. Хотя затраты на доставку далеко не самые низкие в наборе категорий. Давайте посмотрим по каждому клиенту, разбивку по каждому из клиентов. Для этого нам достаточно найти Client ID, в данном случае Customer ID, и отправить на деталь. Теперь мы видим соотношение прибыли и цены доставки по каждому из клиентов. И видим, что один из клиентов имеет очень высокую стоимость доставки. Хотя не является самым прибыльным. Хочу отметить, что агрегация происходит в таблу автоматически. К примеру, сейчас мы видим сумму всех заказов. Но мы можем снять агрегацию в вкладке Analysis и сняв Aggregate Measures. Тогда мы получим каждую из записей в источнике данных. Этого делать не рекомендуется обычно, поскольку снимается агрегация, и те данные, которые вы видите, не сразу интуитивно понятны. И, как правило, для такой визуализации нужна расшифровка для каждого, кто будет его видеть. Вернем агрегацию. Давайте попробуем поставить линию тренда, чтобы определить тенденции по нашей стоимости доставки. Для этого стоит перейти в вкладку Analytics и выбрать линию тренда. Перетягиваем ее на визуализацию и выбираем тип тренда. К примеру, давайте выберем линейную. Мы видим, что R2 равняется 0.15, что все-таки показывает низкую надежность нашему тренду и, скорее всего, не покажет реальную картину. Для этого нам стоило бы накопить большее количество информации. Мы можем убрать нашу линию тренда. Мы видим, что некоторые из участников находятся в странных позициях. Высокое количество затрат на доставку, самое прибыльное. Из клиентов с низкими затратами на доставку мы можем посмотреть детальные данные по этим клиентам. Правая кнопка – View Data. Назовем этот лист «Стоимость доставки». Имея уже несколько визуализаций, которые несут полезную информацию в себе, создадим дэшборд. Дэшборд – это набор листов и набор визуализаций. Мы видим все листы с коротким предпросмотром в левой стороне. Мы также видим предполагаемый размер экрана, с которого будут потреблять. Выберем обычный десктоп. Имеется в виду обычный компьютер. Здесь мы можем отобразить продажи по годам, расшифровать это таблицей, и также добавить карту. Для того, чтобы снимать меньше места, а именно место имеет большое значение для визуализации, мы можем скрыть наше название – Hide Title. Мы видим, что у нас есть фильтр по категории, но сейчас этот фильтр применяется только к карте. Мы можем применить этот фильтр ко всем листам, выбрав выпадающее меню и выбрав Apply to Worksheets or Using Data Source. Теперь при выборе категории данные будут видоизменяться на каждой из визуализаций. Мы также можем заинтересоваться какой-то конкретной стороной. Мы можем сделать карту нашим интерактивным фильтром для других листов. Для этого достаточно нажать на леечку, которая присутствует в этом листе. Теперь, если мы выберем Соединенные Штаты, все остальные данные перестроятся по Соединенным Штатам. Или если мы выберем несколько стран, данные перестроятся по этим сторонам. Мы также можем показать, подвести нашего потребителя к определенной идее, если мы покажем нашу визуализацию как истории. Для этого есть вкладка Story, где мы можем использовать как дэшборды ранее реализованные. Важно, что они остаются такими же интерактивными. Так и прочие листы. К примеру, добавим прибыль по категориям. И последний этап для работы с визуализацией в Table Desktop – это поделиться своими результатами, со своими коллегами. Для этого необходимо опубликовать нашу визуализацию на сервер или Table Online. Для этого переходим в вкладку «Сервер» и выбираем либо Publish Wordbook, либо Publish Data Source. Важно, что Publish Wordbook – это публикация как раз в визуализации. Вы также можете опубликовать источник данных, который вы изменили, объединили или провели другие операции. Важно понимать, что при живом подключении публикации источника данных, сами данные не вгружаются в сервер. Отправляются только метаданные о том, где находится источник данных и какие операции с ним необходимо произвести. Важно понимать, что для того, чтобы опубликовать что-то, необходимо сделать логин, то есть войти в Table Online или Table Server. Спасибо. На этом первый урок вводный о том, как начать пользоваться Table Desktop закончен. Спасибо за ваше внимание. Если у вас появились вопросы в ходе просмотра этого видео, обращайтесь ко мне в компанию «Корвин». Детали будут в описании этого видео. До свидания.